И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя А то, пожалуй, от грамм с войною Дайте коня мне, да добрый меч Ой, что-то мы засиделись, братцы Нет, пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена Дайте коня мне, да добрый меч Братью пойдём, да погоним ворога Русь молодая, сердцу дорого Да не пристала нам сидеть по ходам Дайте коня мне, да добрый меч Раскрывая для себя Киров, конечно, хочется поговорить и про культуру И это сделать достаточно легко Ведь 20 лет назад на этой земле появился коллектив, который сегодня известен далеко за её пределами Я говорю про ансамбль народного танца «За бабушка» С чего он начинался и что его ждёт в дальнейшем? Я хочу узнать прямо сейчас у главного хореографа ансамбля Татьяны Московской Татьяна Дмитриевна, доброе утро! Здравствуйте! 20 лет коллективу, серьёзный срок А ребята всё-таки вот молодые и молодые всегда Сколько уже было выпусков? 20 лет мы работаем У нас более 200 детей Каждый год мы выпускаем Мы уже со счёта сбились Ну то есть это обновление, постоянное обновление? Постоянное обновление А с какого возраста приходят к вам ребята и до какого? Самый крошечный – это 4-5 лет И, как правило, они учатся, пока учатся в общеобразовательной школе То есть примерно до 18-ти? Да Тогда у меня такой вопрос, наверное, он покажется глупым, но я всегда хотел спросить Вот если мы говорим про детский хореографический коллектив, то есть дети растут, и вот 18 лет Что происходит с этим ребёнком, если он достигает каких-то успехов? Он из-за бабушки переходит в забаву? Или это, как знаете, у Стивена Кинга в «Дети кукурузы»? Самого старшенького отдаём в жертву богам народного танца Мы очень рады, что к нам ребята ходят, девчонки, мальчишки Как правило, они продолжают танцевать И они выбирают студенческие ансамбли Они большинство разъезжаются, получают профессию и продолжают Но идут в ансамбли народного танца То есть они влюбились в русский танец И продолжают уже из детства в более взрослые Тогда ещё один вопрос, который тоже может показаться странным, но мне он кажется интересным Здесь танцуют ребята в одинаковых сейчас одеждах, так сказать, нарядах Но потом появилось так, что несколько человек вышли, переоделись и стали танцевать калинку Как происходит выбор вот этих ребят? Это какой-то распределительный кокошник? Или по какому принципу именно они были достойны выделиться на фоне? Ну, у нас репертуар большой Основа – это русский танец Танцы разные Казачьи и танцы разных областей России Калинка – это наш любимый танец Это наша визитная карточка Ещё нужно заслужить встать в калинку И поведением, и работоспособностью, отношением к команде То есть ребята это понимают Можно сказать, что калинка – это лучший из лучших А вот вы сказали про команду Насколько коллектив, команда важна в народных танцах? Это не индивидуальная работа? Это командная работа, она очень важна Уметь работать в команде для современных детей Сейчас очень важно Не подвести То есть мы же друг от друга зависим Мы постоянно выступаем, мы выезжаем То есть команду подвести нельзя В первую очередь отношением к делу А говоря про современных детей Вот мне кажется, у нас есть хип-хоп Контемпорали Ещё много разных непонятных слов Очень много всего Веление больше двухсот детей выбрали для себя народный танец Почему? Это всё-таки веление их сердца или веление сердца их родителей? Ну, вначале это веление моего сердца Вот так вот даже, я понял Да Я училась Людей, которые зажгли во мне любовь к русскому танцу И когда я начинала в Кирове, было сложно Не сразу шли Сейчас идут с удовольствием Сейчас гордо танцуют Во многом благодаря тому, что мы выезжаем И выезжаем на такие конкурсы, где мы видим очень сильные коллективы в России народного танца Нам есть к чему стремиться Мы учимся у таких педагогов И у детей загораются глаза, видя всё это Но у детей загораются глаза, когда они уже попали к вам в коллектив за бабушку А вот как они приходят первый раз? Не со слезами ли? Со слезами Приводят мамы, а выхода нет Дальше попал в класс Всё, ты уже наш То есть всё-таки это исходит от родителей в первую очередь? В младшем школьном возрасте, да И малыши приходят неосознанно А вот уже к среднему школьному возрасту дети осознанно ходят В таком ведь возрасте нельзя заставить Особенно старшеклассников Тут они уже любят всей душой Вот вы сказали, что в репертуаре вашего коллектива есть казачьи танцы и танцы разных областей Отсюда возникает вопрос А вот Калужскую область Этот район выделяет ли какой-то особый танец, какой-то подход или в одежде, или в движении? Конечно, в каждом регионе России есть своя особенность Калужская тоже очень интересная и богатая особенность хореографическая И мы тоже это с удовольствием танцуем А приведите пример, что там отличается? Носочек тянут сильнее или что? Ну, девушки бёдрами виляли, очень красивые девушки были Калужские девушки бёдрами виляют Ничего не меняется, кстати? И мужские коленцы калужские То есть очень интересный хореографический материал Танцы, которые мы видели сегодня В частности, калинку и других два, которых я название не знаю Сколько им лет и как вообще эта традиция передавалась? Ведь сейчас мы можем посмотреть там в разных социальных сетях, как это танцуется А раньше, я так понимаю, что это какая-то традиция шла Мы очень танцы выбираем для своего коллектива, которые воспитывают современное поколение Танец «Русь молодая» вообще очень актуален сейчас Это любимый танец наших мальчишек Знают все от 4 лет и до 11 класса Ну, женские танцы, конечно, не отличаются больше виртуозностью, дробями, вращениями Характерными для девочек, для девушек Так мы выбираем репертуар, на котором мы объясняем современному поколению Что это наша культура, культура с большой буквы Что это наши традиции многовековые, и это нужно знать А есть ли какие-то ограничения для детей, которые приходят сюда? Потому что я когда смотрел вот эту присядку, у меня колени хрустели просто от одного сознания Танцы у нас сложные, танцы у нас взрослые, и мы учим от простого к сложному Конечно, малышей каким-то азам, взрослым мальчишкам и девчонкам более сложны Ну, чтобы танцевать такие танцы, нужно быть физически выносливым Поэтому подготовка серьезная в народных танцах 20 лет уже истории вашего коллектива Что удалось добиться, и какие, может быть, перспективы перед вами, какие планы? Ну, говорить так об этом сложно Потому что каждый новый ребенок – это каждая новая история Приходят новые дети, всегда начинаешь сначала Мы рады, что дети любят наш коллектив и к нам приходят Много выезжаем, много смотрят Куда самое далекое уезжали? А вот Калинка у нас танцевала в храме Христа Спасителя Это недалеко, но место знаковое Да Мы объехали всю Центральную Россию Мы ездим, я уже говорила, для конкурса, где и мастер-классы, и поучиться И очень сильные коллективы в России народного танца Вот, мы сейчас приехали из Санкт-Петербурга, были в Казани Много детей было Хорошо, если не выезжая в Казань, Санкт-Петербург И не посещая храм Христа Спасителя Где можно увидеть выступления ребят? Бывают ли какие-то отчетные концерты или открытые тренировки? Мы даем два раза в год нашим самым преданным и верным зрителям, нашим родителям Даем отчетные концерты Мы очень часто приезжаем к вам в Калугу Мы принимаем участие в областных Нас знают И мы очень стараемся везде, в Калужскую область, представить достойно Больше двухсот человек, у вас и вы главный хореограф Как удается всех их держать, так вот, на твое слово, в узде? Ну, на самом деле, у нас очень большая команда У нас несколько хореографов У нас есть концертмейстеры, у нас люди, которые вщутки костюмы У нас очень много друзей У нас очень много помощников Это большая команда, я не одна Ну, все-таки кнут или пряник? А вот тут надо очень аккуратно и кнут и пряник Без одного не бывает другого Тем не менее, я желаю вашему коллективу побольше пряников Побольше признания, и чтобы все задуманное, конечно, реализовалось Спасибо огромное Спасибо большое, что показали нам сегодня твои достижения Желаю вам успеха